Не видел того глаз Беседа об одиннадцатой и двенадцатой частях символа веры В одиннадцатой и двенадцатой частях символа веры говорится о всеобщем воскресении мертвых, должном произойти одновременно со вторым и славным пришествием на землю Господа Иисуса Христа и о жизни будущего века, которая наступит после этого. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века Христианство с момента своего существования верит и надеется на то, что когда-то все мертвые оживут и воскреснут в своих телах. Человек сотворен Богом, как существо, состоящее из тела и души. Христос пришел на землю, чтобы спасти не только душу, но и тело человека. Вначале были созданы ангелы, духовные существа. Затем весь остальной мир, растения и животные. Человек — первое и единственное творение, в котором присутствует и духовное, и материальное. По христианскому учению, душа животных неподобна человеческой, и со смертью тела индивидуальная душа животного перестает существовать. Дух человека роднит его с Богом, а тело — с животным миром. В этом, по мнению христианского богословия, причина зависимости судьбы мира от судьбы человека. Когда человек совершает грехопадение, расстраивается все его существо. Душа поражается греховными страстями, тело становится тленным и смертным. По единству природы искажается и мир вокруг него. Это означает, что состояние мира напрямую зависит от нравственного состояния человека. Апостол Павел говорит, что вся тварь ныне стенает и мучается, ожидая откровения сынов человеческих. Учение о двусоставности человеческой природы означает, что полноценным бытие человека бывает тогда, когда его душа и тело пребывают неразлучно. Когда же они разлучаются в смерти, человек перестает быть таким, каким его замыслил Бог. Смерть человека не входила в планы Творца. Отвернувшись от Бога, люди обрекли себя на гибель. Разлучение души и тела не вечно. По вере христианской Церкви второе славное пришествие Иисуса Христа будет сопровождаться воскресением всех умерших и преображением живущих. Люди восстанут в своих телах, но нетленных и бессмертных. Их тело станет подобно телу воскресшего Господа. Человек обретет то, ради чего он был создан – бессмертие и вечную жизнь. То, ради чего воплотился Сын Божий, претерпел тяжкие страдания и умер на кресте. Жизнь будущего века для одних будет наполнена счастьем и блаженством от созерцания Господа и пребывания в любви с Ним и с другими людьми, удостоившимися той же участи. Для других она будет означать вечные муки и пребывание в аду. Ад – это место, где нет Бога. Адские мучения в христианской традиции чаще всего передаются в образах вечного неугасимого огня, которому предадут себя те, кто отвергнет Бога. По мысли одного из отцов церкви, святого Григория Низского, адским мучением будет действие благодати, которое, пронизав праведника, принесет ему блаженство, а для богоотступника будет подобно мучительному пожирающему огню. Ведь сказано, что свет уничтожит тьму. Но христианству также свойственно считать, что после Второго пришествия Бог, по словам святого апостола Павла, «будет все во всем». Не останется в мироздании места, которое бы не пронизывали лучи божественной благодати. Упованием на жизнь будущего века заканчивается символ веры, сокровищница богооткровенной истины христианской церкви. Выражение его лаконичное и немногословное, но сколько стоит за этой кажущейся простотой. Он открывает нам знания о непостижимом для ума и сокрытом для глаз знания о Боге. Тленному сему надлежит облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok